Шанс. Там, где ты. Слотс-сити. Что происходит в Украине и в мире? Найважливее на этот момент. Валютный голод не исчезнет. Основная причина в том, что мы ничего не научились производить и не научимся. И нам нужен импорт. На импорт нужна валюта. Валюты не хватает, потому что экспорт упал. Все. Мы не знаем, когда ситуация дойдет до того, что она пойдет трескаться. Сложно это предсказать. Но и в экономике будут и самые разные другие проблемы. Тоже не только связанные с курсом. Видно, что их инфляция беспокоит больше всего. И она от курса, кстати, тоже зависит. Но вот это выходит на первый план как проблема номер один. Потому что инфляция означает, что всех их финансовых планировок им будет не хватать. Они закладывают все эти индексации по инфляции и прочее. А денег не хватает. И это значит, что доходы будут обесцениваться, покупательная способность будет обесцениваться и прочее. Поэтому видно, что инфляция их волнует больше всего. Она выходит из-под контроля. Я помню времена, когда инфляция реально выходила совсем из-под контроля. Это было плохо. И в том числе для властей создавало огромные политические проблемы. Такой есть расхожий аргумент. И что мне ваш доллар никогда в руках не держал. А на хлеб, колбасу и какую-нибудь выпивку мне всегда хватит. Так ли важно для части людей, которые сейчас находятся в России, сколько будет стоить доллар? Да, потому что вы не слушайте то, что они говорят. Смотрите то, что они делают. Люди всегда будут вам объяснять, что нет, нет, у нас все хорошо. Мы адаптируемся и так далее. Но реально, если вы посмотрите, то качество жизни сильно ухудшилось. И вытье идет. Хлеб. Окей, вот читаю новость свежую. Производители хлеба сказали, что типа 7-10% до конца года будут вынуждены повышать цены, потому что давит. Бензин. Не хватает денег в бюджете для выплат нефтяникам по демпферу. Бензин попер. Вся страна типа воет. Что с бензином происходит? Смартфоны подорожали за первое полугодие более чем на 30%. Ну, и так далее. Поэтому в ЦИОМ публикует опрос о первом сентября. За год подготовка ребенка к школе в среднем выросла на 30%, на 10 тысяч рублей. Где? У всех есть в кармане эти запасные 10 тысяч рублей? Нет. Поэтому говорить они могут сколько угодно, но мы-то видим объективно, что с ними там на самом деле происходит. Поэтому это просто такая вот попытка психологически уйти в норку, сделать вид, что никаких проблем не существует. Но они вылезут. Да, не все идет гладко. Да, мы думали, что будет все гораздо проще. Железная дорога, которая питается и Токмак, и Пологи, и Черниговка, она идет с Волновахи. То есть Донбасса оккупированного с Волновахи. В районе Камыш-Зари разделяется два потока. Один идет на Черниговку напрямую и на Токмак, а второй поток идет на Пологи. Дальше опять же с Полог возвращается на Черниговку, сходится обратно и дальше идет по одной ветке в сторону Токмака. Потому вот у нас задача эту железную дорогу перерезать. Перерезать либо в районе Волновахи из-под Углидара, либо в районе той же Камыш-Зари из Сверминского выступа, либо в районе Токмака восточнее. То есть это одна из основных питающих магистралей. Токмак. А дальше уже никуда она в основном не идет. Дальше она разворачивалась в сторону Мелитополя. И вот на Токмак входятся три дороги. Железная дорога, о которой я только рассказал. Шоссейка, которая идет с Бердянска на Токмак. И вторая шоссейка с Мелитополя на Токмак. После того, как эти три логистические цепочки будут перерезаны или взяты под оперативный контроль нашей армейской артиллерии, для этого надо просто подойти к железной дороге. Вот у нас от Работина где-то осталось в районе 17-18 километров до самой железной дороги. Хотя мы уже можем ее с помощью артиллерии контролировать, если будут подтянуты в район Работина, подтянута наша артиллерия. Но для этого надо расширить плацдарм. Сейчас этим, кстати, как раз и занимаются движения на вербовод. Поэтому Токмак будет освобождаться методом сначала оперативного окружения, а потом отрезания и полного оперативного окружения. Будет выдавливаться Токмакская группировка российская как раз за счет недопоставок военной продукции. Они не будут сидеть в городе или в населенном пункте или в каком-то укрепрайоне, если у них не будет поставки военной амуниции. Тоже, увы, не шутка. Досить авторитетный ресурс, значит, подтвердил один из представителей Министерства обороны Украины, что саме украинской крилатою ракетой, переробленной с комплекса «Нептун», был уражен зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» росийский, біля мису Тарханку. Він навів деякі дані, ще раз хочу підкреслити, це неофіційні дані, але він сказав, що дальність ракети «Нептун» удалось підвищити з 300 км до 400 км, бойову частину в значній мірі підвищити, значить, її вагу з 150 до 350 кг, і, ну, якщо вже це ракета «Земля-Земля», то там докорінним чином, це вже мої висновки, значить, докорінним чином була змінена система наведення. Що приємно, що практично пускова установка не змінилася, було оголошено, що вона залишилася контейнерною, і оскільки буде змінена, власне, система управління ракетою, то не потрібно буде радар управління. Тобто сама система стане більш компактною, і досить буде перекидати саму пускову установку, і далі ракета, так як «Штормшедо», там «Таурус», зможе виконувати автономний програмований полік. Програмування буде здійснюватися на землі. Ще раз підкреслюю, це, виходячи з аналізу сучасних сподібних систем, і я не претендую на виключності, але, скоріш за все, має бути так. Зенітні ракети С-200, які змінили, і вони тепер почали працювати, як, власне, ударні ракети. Ударний такий варіант. Росіяни нарікають, що прилітають по Криму, прилітають по території Росії. Там величезна ракета з діаметром корпусу, там, здається, понад 80 сантиметрів, і на ній стояло ще навігаційне обладнання, ну, вважайте, система управління, ще радянська, мало не лампово, напівпровідниково. Коли все це начиння з нього викинули, поставили сучасні на мікросхемах обладнання, там з'явилося величезний об'єм, там більше, ніж квадратний метр, в який можна напхати і більш сучасне обладнання, ну, от зараз вона показується, ця ракета, значить, і більш сучасне обладнання, і більше вибухівки. В Україні останній дивізіон цих ракет був розформований в 2013 році. Тобто, був якийсь запас на складах, але невеликий, бо зазвичай такі ракети утилізуються, як вкрай застаріли. Можуть використовуватися так, як росіяни використовують ракети комплексу С-300 для обстрілу наших міст. Тобто, вони на дистанцію свого польота, а в них дальність керованого польоту 200 кілометрів, вони виконують як керовані ракети, а далі можуть виконувати політ як балістичні ракети, так як росіяни використовують. Або, якщо замінена система наведення на більш точну, можуть використовуватись як високоточні ракети. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.